Советский актер и исполнитель главной роли в фильме Джек Восьмеркин, американец Александр Кузнецов ушел из жизни 6 июня. Несколько лет он боролся с раком предстательной железы. Последние месяцы за ним ухаживала массажистка Мария Станко. В программе Андрей Малахов. Прямой эфир канала «Россия-1» знакомые и родные вспомнили талантливого актера и хорошего человека. Однако не обошлось без скандала, Мария обвинила прежних спутниц Кузнецова Юлию Рудберг и Кристину Татаренкову в том, что те бросили его. За два дня до госпитализации с ним разговаривали. «Конечно у меня не было иллюзий, но была надежда», — говорит Рудберг. Звезда согласилась с тем, что Маша посвятила Александру много времени в последние месяцы его болезни. Рудберг поблагодарила его друзей, в организации похорон Кузнецова помогла гильдия актеров. «Уходя, я хочу похлопать Саше как артисту», — отметила актриса. Поскольку Рудберг надо было покинуть программу до ее окончания, она скрылась за кулисами, где ее ждал Останко, попытавшись инициировать скандал. Женщина считает, что актер был брошен всеми избранницами. Войдя в студию, Маша начала кричать на Кристину. «Почему ты его бросила? Можно же было позвонить. Знаешь, как он любил тебя? Как на тебя надеялся? Я хочу, чтобы она узнала, как Александр умирал в болях, как его отключили от аппарата. Александр умер у меня на глазах. Любимый, дорогой человек, который был со мной девять месяцев». Он мне все рассказал, как любил Кристину и ждал, что она вернется. «Она — единственный человек, который мог вытянуть Александра. Но она послала ему в СМС сообщение «проклятие, чтобы у него никогда не получилось ни с одной женщиной», — кричала Мария в студии. Последняя сожительница утверждает, что Александру стало хуже, когда Кристина ушла от него. Все его бросили, оставили. «Я видела фотографии, хорошие отели, бары, море, тогда он был нужен», — заметила Мария. Александр пробовал лечиться нетрадиционными методами. По словам Станка, актер получал сеансы волновой терапии, которые, согласно обещаниям, должны были вылечить онкологию. После них у Александра были сильные боли и депрессия. «Я говорю, что это они погубили Александра. Говорили, что у него нет онкологии, а есть гонокок». Попросили для начала миллион, призналась Мария и обвинила человека по имени Сергей Семенов из этой лаборатории в смерти актера.